Я рекомендую всем посетить и подписаться на канал моего друга Мяту АФК. Там он будет снимать видео по уникальной игре под названием Undertale. Ссылочка где? Правильно, в описании, а также в профиле. Подписывайтесь на Мяту АФК и наслаждайтесь интересным контентом, который вас ожидает. Всем привет, с вами Мята. И если кто-то найдет эту запись, знайте, я мертв, он уже близко, я обречен. Мой друг стал мосром от тупости и одновременно гениально сел отзывов в Five Nights от Фройдис. Вот он, пойду что ли, я открою. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Андрес Сурс. Довольно-таки позитивное начало у нас получилось. В этом видеоролике мы с вами будем продолжать смотреть отзывы на игру Five Nights at Freddy's, но только вторую часть. Ну конечно же, у всех свои предпочтения и мнения. Некоторые отзывы обоснованы и четко расписаны, но бывают такие отзывы, с которыми хочется повеситься. Вот о таких отзывах мы и поговорим. Начинаем? О, так, у нас Пискарий Иванович в отпуске заслуженном, так что его озвучит мой друг. Ну а что произошло дальше, мы сейчас с вами и узнаем. Игра классная, но есть одно, но меня Фредди убил. Плак, 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 все верните деньги, гнев, гнев, гнев. Это не просто гнев, то что живет во мне. Но теперь серьезно. Зачем писать такие отзывы? Кто эти 152 человека, которые считают этот отзыв полезным? Ну, видимо, автор по рофу, по приколу написал этот отзыв. Что вы не смеетесь? Весил же! Игра норм, но на второй ночи аниматроники а-очень, а-очень активны. И как регулировать активность аниматроников? То есть, ты снял одну звезду за то, что не можешь пройти вторую ночь. А вторую звезду ты снял за то, что не знал, как регулировать сложность аниматроников. И сразу же задам вопрос. Аниматроники должны быть что ли для тебя, именно для тебя, исключением и быть одной из сложностей? В этом-то и фишка, то что с каждой ночью аниматроники становятся сложнее. И как регулировать активность аниматроников? Видимо, для автора выйти в интернет является непосильной задачей. Ужас, ужас, просто купил случайно и нельзя вернуть плохо хны-хны. Как можно купить случайно платную игру? Так хрен звезда это. Это очень классная игра и интересная. Почему ты тогда поставил три звезды, а не пять? Очень крутая игра. И опять же, почему три звезды, а не пять звезд? Игра, конечно, крутая, но почему не всегда попадается марионетка? Исправьте это, пожалуйста. Что исправить? То, что на тебя марионетка нападает, так надо шкатулку заводить. Я до сих пор не понимаю, зачем люди пишут такие отзывы в плеймаркет. Эти отзывы находятся не только на ФНАФе, но и на других же играх. Некоторые просто тупо спрашивают по поводу игры. В надежде то, что им ответят разработчики. Я бы ещё это понял, если бы там было что-то важное. Но нет, имеются же и такие отзывы. Авторы которых, видимо, просто пишут по приколу и ставят одну звезду, так же по приколу. Ну, наверное, эти 152 человека жёстко проржались. И мы переходим к заключению. Не пишите глупые отзывы. Пишите только отзывы, которые и будут по существу. Если вам не понравилась какая-то игра, пишите, почему она и чем вам не понравилась. Если вас обманули, то напишите это по-нормальному, а не так, то что... Я случайно купил игру, верните деньги и так далее. Всем будет просто тупо пофиг на твои проблемы. Никто не виноват, что ты случайно купил эту игру. Ладно, чё-то я жёстко разошёлся. Что же, спасибо за просмотр. С вами был я, Андрес Сурс. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok